За непродолжительное время в России появилось уже больше 220 иностранных агентов. Сначала это были некоммерческие и благотворительные организации, а теперь в список попали некоторые средства массовой информации и даже физические лица. Что значит быть иноагентом в России и как данная приставка сказывается на судьбе тех, кому ее присвоили, расскажем в следующем материале. Иностранных агентов в России становится все больше. И речь не о шпионах, а об обычных людях, некоммерческих организациях и в некоторых случаях даже информационных изданиях. Так, с начала 2021 года 7 различных организаций, 6 средств массовой информации и 20 журналистов пополнили список иноагентов, в котором уже более 200 имен и названий. Занимается формированием списка Министерства юстиции России. Само же определение иностранного агента звучит следующим образом. Это резидент одной страны, который действует в интересах другой, без дипломатического иммунитета. Звучит не так серьезно, но на деле после получения такого статуса многие компании вынуждены прекратить работу, а, например, кандидаты, представляющие некоммерческие организации, не могут выдвигаться в общественные наблюдательные комиссии. Проведение же публичных мероприятий такие граждане могут осуществлять лишь при определенных ограничениях. Иноагенты СМИ, в свою очередь, должны сопровождать каждое свое сообщение или комментарий специальным уведомлением. За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность. Штраф от 50 до 200 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических лиц от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Не согласны с таким раскладом многие. Так, петиция о пересмотре закона об иностранных агентах собрала уже более 250 тысяч подписей. Однако реакции властей по данному поводу пока нет. Дарья Эйвазова, Олег Пёдоров. Новости по будням.